Добрый день, дорогие братья и сестры! С Новосвободой мы с вами встретились, чтобы поговорить о Божественном. Церковь празднует День Святой Великой Ученицы Екатерины. Кто была эта удивительная юная девушка, которую до сих пор, спустя уже более 700 лет, прославляет Святая Церковь и юной, и старой. Она родилась в древнем городе Александрии от знатных родителей. Отец ее конст был правителем этого града, и она, с детства получив наследство от своих отца и матери, не только удивительную красоту, но и разум устремилась к познанию человеческой премудрости, изучая всех современных ей ученых. И Ацклепия, и Плутарха, и многих других, так что превзошла в своей мудрости многих ученых. Однако сложно было ей выдать замуж, потому что она поставила условия своей матери, что ценит свою жизнь только с тем человеком, который будет превосходить ее в красоте, в премудрости, в богатстве и в знатности рода. Сколько юноша мечтала соединить с ней свою судьбу, продагая руку и сердце, но они оставались безответными. Мать, тайная христианка, отвела свою дочь к премудрому старцу, который совершал молитвенный подвиг в уединенной пещере. И тот, выслушав молодую Екатерину, сказал ей, что знает такого юношу, который превосходит ее во всем. Красота лица его ярче солнечного света. Мудрость его управляет всем мирозданием. Богатство изливается по всему миру и от этого нисколько не уменьшается, но только увеличивается с каждым днем. Но о знатности рода его стоит пока умолчать, потому что она неизреченна. О, как бы мне увидеть этого юношу, возгорелась желанием Екатерина. Премудрый старец дал ей икону Божией Матери с Богом Младенцем Иисусом и сказал, чтобы она усердно молилась ей от всего сердца, чтобы быть удостойной видения небесного жениха. Всю ночь провела Екатерина в калинопреклоненной молитве, упрашивая Царицу Небесную открыть пресветлый лик ее Божественного Сына. Но Богомладенец Христос не желал смотреть на юную деву, говоря о том, что она безобразна, что она ныща и худородна, впрочем, как все те, кто еще не омыт водами крещельной купели и на ком не поставлена Божественная печать Духа Святаго в Таинстве Миропомазания. Екатерина поспешила вновь со своей матерью в известную пещеру, умоляя старца очистить ее и сделать достойной небесного жениха. Наставив в христианской вере, блаженный монах крестил ее, и она вновь обратилась к молитве и получила просимую. В духовном видении лик Иисуса Христа был к ней обращен и смотрел уже не строго и грозно, но ласково, и называл ее возлюбленной невестой своей, прекрасной и премудрой. Так блаженная Екатерина получила не только благословение Господа, но и некий знак своего духовного обручения – перстень на палец, который трепетно хранила. В это время в Александрии был устроен праздник. Со всего мира съезжались языческие жрецы, чтобы принести в обилие своем жертвы языческим богам и идолам. И все это торжество происходило под предстоятельством императора Максимина. Мгновенно город наполнился и криками жертв, и курением дыма, так что невозможно было пройти спокойно по улицам Великого Града Александрии. Среди безмолвных животных приносили в жертву и людей. Это были христиане, которые отказывались разделить торжество праздника с донопоклонниками и не приносили жертву ложным богам. Услышав о смерти христиан, Екатерина решила тоже себя исповедовать христианкой и отправилась во дворец к императору. Тот был изумлен не только ее смелостью и красноречием, но и удивительной красотой, размышляя в себе, что же делать, погубить ее или взять себе в супруги. Но так как премудрость Иоричей не оставила его не только равнодушным, но и сделала уязвленным, он решил собрать совет мудрых старцев, чтобы прежде посрамить ее, а потом уже уничтожить физически. Однако премудрые ведь и не могли спорить с ней, потому что в ней господствовало не только знание учености мира сего, но и божественная премудрость, которой, как известно, не может ничто противиться. Итак, пятьдесят мудрецов были уловлены тонким умом прекрасные девы и исповедовали Христа, за что и приняли жестокое мучение от десницы своего владыки. Впрочем, и Екатерина была влекома на суд и предана истязаниям, но она, как некий адаман, как каменный столб, приносила все мучения. И тогда измыслили злодеи коварное жестокое истязание. К огромным колесам прибили острые крючья, шипы, гвозди, чтобы, вращая их, раздирать тело святой мученицы. Но ангел Господень спустился с неба и разрушил средства мучения, так что колеса разлетелись и осколками своими во множестве поранили самих мучителей. Мужественный подвиг и мудрые речи Екатерины принесли добрый плод, так что не только мудрецы, но последовавшие за ними и многие воины, и сама императрица Августа приняли веру христианскую и смерть от палача. Блаженная Екатерина сама преклонила голову на плаху и была усечена мечом. Из раны ее истекло молоко свидетельства ее великого подвига и глубокой веры. Предание доносит до нас известие о том, что ангелы взяли ее тело и отнесли на Синайскую гору, где и покоятся до ныне ее мощи. Святую мученицу Екатерину очень чтут во всем мире и, конечно, в России. Ее имя называют девочек и молятся невесты о счастливом браке. Пусть под ее покровом будут благословенны ваши семьи и милость Божия пребывает с вами всегда.